Такая же фигня есть у Достоевского, немножко пересекается, что, грубо говоря, человек может быть сразу в двух местах. В одном в каком-то, опять, уже не помню последовательности, в одном плачевном месте практически в аду, а в другом где-то еще. Из этого выводят, что теоретически в ад может попадать не вся личность человека, а некая ее поганая сторона. То есть в чистом виде личность идет в рай, а вот часть личности, такой вот длинной, как бы отслаивается и идет в ад, сбрасывается. Примерно то же самое, что было сказано, что гиена огненная. Гиена огненная – это свалка, куда, в числе прочего, покойников выкидывали казненных. Так вот, просто на уничтожение, не на мучение, на уничтожение. Так вот, здесь то же самое может у такой женщины быть. То есть у нее есть личность, а есть некая маска, но маска живая, которая играет, живет, ест, дышит. И вполне возможно, что вот эта маска, да, но у женщины обратный процесс. То есть у нее уже личность перестает существовать за счет меркантилизма того же. Перестает существовать, а маска продолжает играть, как зомби. Дышает, ходит. Но в какой-то момент вот эти остатки личности извращенной, которые уже на меркантилизм подсели, они просто вспоминают, что ну все, ладно, дальше пора двигаться. Где наша маска-то? А, вон она там, в любовь какую-то играет. Ну нафиг, давай ее сюда. И поэтому и будет действительно выглядеть, что странно. Вроде любовь-морковь, все хорошо, и раз женщина ушла. Это не ушла, это маску отозвали. Личность отозвала маску свою. Забрала ее дальше там, где-нибудь еще приложат поиграть. Все, то есть не было ничего, не было врастания личности вот в эту видимую там любовь и отношения. Маска отыграла свое, пока не понадобилась личности, и готова. Субтитры сделал DimaTorzok